Я бы определил математику как язык точного естествознания. Вначале было слово, и дальше и слово было Бог, и Бог было слово. Это очень глубокая мысль, независимо от религиозных, так сказать, воззрений того или иного человека. Ну, собственно, она, с другой стороны, тривиальна. Если вы желаете объяснить что-то кому-то, вы рассуждаете, да? И вы рассуждаете на каком-то языке. Ну, если создатель замыслил какой-то мир, он должен был, по крайней мере, внутри себя иметь план. Этот план должен был изложен на каком-то языке. Ну, и кроме того, что математика – это точный язык, это еще искусство рассуждать на этом языке. Любой такой натуральный язык и математика, в частности, они все едины. Был такой замечательный философ Людвиг Вингерштейн, современный он, вот, один из последних крупных философов. И у него есть замечательная такая максима – пределы моего мира – суть пределы моего языка. То есть, то, что человек может понять в этом мире, то формулируется на его языке. И это показывает, что если человек, вы хотите понять китайца, и не говорите по-китайцу, вы этого не можете до конца понять, вот, что такое китайская душа. Ну, вот, научные языки – это необязательно математические. Вот, скажем, язык химии не такой точный, он довольно приблизительный, поэтому химик, когда рассуждает о своих соединениях, он то рассуждает логически в пределах этого языка, то обращается там вот к каким-то внеязыковым вещам. И ему это дополняет эксперимент. В физике это происходит в меньшей степени, в биологии – в большей. Но, вот, что такое понимание, когда нарастает понимание, когда данная область математизируется. Вот, полное понимание – это когда область полностью математизирована, тогда мы знаем всю правду.